Меркантильные отношения, бэха и чашка кофе. Экспресс оценка отношений. Когда что-то с вашей половинкой не ладится, но вы не уверены, уже пора разбегаться или еще нет. Нужны ли вам отношения? Если почитать, посвященные отношениям в форуме и блоге, то в глаза бросается обилие взаимных претензий. Мужчины выкатывают женщинам, те за ответкой в карман не лезут. А гору всех видов и мастей учат, как поиметь другую сторону. Экстремистские настроенные феминистки яростно бьются с мужским движением. Как по мне, основная проблема таких людей одна. Они считают окружающих идиотами и сырьем для обеспечения своих хотелок. Конечно, на любого мудреца хватает простоты, а у каждого из нас достаточно примеров, когда мы были просто непокладимо глупыми. Однако модель поимелого ущербна по определению. В задание всегда приходит, карма есть у всех. Но что, если именно вы, читатель или читательница, чувствуете проблемы в своих отношениях. Но, расходиться вам уже или нет? Стоит ли продолжать попытки что-то построить или пора уже бежать без оглядки? Как оценить свои отношения? Поскольку мы не выставляем отношения на IPO, сложных таблиц, графиков, тестов не будет. Тот редкий случай, когда все просто. Пара налогий, которые позволят задуматься на происходящем в вашей жизни. Аналогия номер 1. Про чашку кофе. Вы зашли в кафе, выпить чашку кофе, и как назло попало заведение с предоплатой. Это когда утром деньги, а вечером стулья. На входе оплата, иначе дальше не пустят. Вы расплатились, а заказ не несут. Время идет, официанты что-то себе суетятся, на вас много внимания. Вы начинаете задавать вопросы. А вам отвечают, что вообще-то вам никто ничего не обязан. Хотите, ждите дальше. Что-то не устраивает, проваливаете. Смешно то, что подходы на подход и в бизнесе, и в жизни везде рядом. Например, вы платите деньги и собрались посмотреть хороший фильм. Или захотелось почитать толковую книгу, а вам подсалывают по... Вы сами знаете, что. Аналогии с отношениями сами проведете. Но когда-то пора начать задавать вопросы. Аналогия номер два. Про Бэхо. Вы купили машину мечты. BMW, например. И вот так получается, что тачка непрерывно требует вложений. А ездите вы на ней всего чуть. Большую часть времени авто просто стоит в гараже. Утро только наступило, а вы опять должны что-то докупить. При этом ваша любимая тачка все равно недвижимость. Конечно, если вам все равно и Бэха самоценно, пусть хоть всегда стоит на приколе. Лишь бы была. Личное дело от каждого, не так ли? Я знаю людей, у которых есть машины для души и ремонта. И машина та, на которую ездят. Но если машина одна и все-таки нужна для поездок, тогда вопрос по смысленности такой техники. Так же и с отношениями. Для чего они вам нужны? Получаете вы ли нужное? Отношения как проект. Будучи практиком, я рассматриваю отношения как проект. А любой проект это прежде всего затраты. Мы тратим ресурсы и хотим в результате что-то получить. Наши ресурсы, время, деньги и нервы. Уж такая особенность отношений. Они неизбежно потребляют все три ресурса. Если деньги мы можем как-то компенсировать, например, начинаем больше зарабатывать, то нервы возмещаются намного сложнее. А время всегда безрабатывая протерия. Если ваши затраты превышают отдачу, это убыточный проект. Нет никаких оснований тратить по определению ограниченные ресурсы, а не выгодные сделки. Тут один шаг до банкротства. Как может, скорее закрывайте такой проект. Если вас в вас требует непрерывно тратить ресурсы, а вознаграждение или какая-то польза когда-нибудь потом, это откровенный развод. Мы непрерывно что-то тратим и также имеем право на непрерывное вознаграждение. Другими словами, ты мне, а я тебе. Если правило взаимной выгоды нарушается, это полное чушение отношений. Болезнь, которую нужно срочно лечить. Отношения должны быть выгодны обеим сторонам, а не кому-то одному. Если задуматься, очень часто как раз так и выходит, что в отношениях одна сторона получает все плюшки, а другая только тратит. Как будто у нее 10 жизней и пожить решено в другой раз. Конечно, я говорю прежде всего со стороны мужчины, но сказано верной для женщин. Они ведь тоже любят вырезать отношения, которые по сути ад кошмарные. Просто смотрите отношения, как на товар в магазине. Трезво, практично, не ведясь на рекламу красивую упаковку. Что просят за товар? Готовы ли платить эту цену? Нужно ли вам это вообще? Че стоит? Нафига оно мне надо? Однажды разговаривал с одной дамой и мы подняли тему взаимовыгоды сторон. Она сказала, что при моих взглядах ни одна нормальная женщина не заходит со мной отношений. На это я ответил. Ну, насчет ни одной нормали это сказано да очень смело. Но если меня не поимеют, я буду только рад. Потому что лучше отсутствие сделки, чем откровенный убыток. Если нет убыток, я хотя бы ничего не теряю. И казалось бы, при чем тут у азиатки? А ведь очень даже при чем? С вами был Серпин. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok